Всем привет! Хочу с вами поделиться то, какие услуги мы можем предоставить вам перед отправкой автомобиля. Это вот, как мы видим, если кто помнит данный вольт, у него была повреждена фара, поворотник, бампер и зеркало. Теперь это выглядит вот таким вот образом. На данный момент автомобиль весь целый, останется только лишь покрасить бампер. Покрасить бампер, ну и все. Фара новая, повторитель новый. Бампер бушный коричневый взяли с разбора. Мы видим, что вот это немножко матовая фара, это немножко прозрачная. Ну, немного отличаются, но возможно после полировки они будут одного цвета. Также было куплено зеркало боковое, оно, кстати, сильно отличается. Этот видно, что новое, ну а эта полоска видно, что старая. Хотя, возможно, если довести до блеска, то может быть... Я просто не знаю, как глянец восстанавливается. Здесь-то видно, что это свежий глянец, а здесь видно, что это старый глянец, и оно немножко выделяется. Ну, конечно, в Москве, наверное, будет сильно не выделяться, потому что там все грязное. Ну, вот отсюда мы видим то, что здесь установлена новая деталь. Ну, это я установил от старого, потому что она новой была черного цвета, матового, под покрас. Вот она, ну, я ее снял, установил новую. Ну, в принципе, несложно снимается, но дверную карту необходимо снимать для установки бокового зеркала. Ну, также был куплен подлокотник сзади, которого не было. Вот, теперь отправится вместе с подлокотником. Здесь, кстати, своя коричневая подложка. Эти, получается, уже больше не нужны. Так что вот такой вот сервис можем оказать и вам при покупке не сильно поврежденных автомобилей. Потому что, понятное дело, что какой-то крупный ремонт мы делать здесь не будем. Но вот, тем не менее, теперь клиент может спокойно приехать в Котку, сесть за машину и поехать к себе домой. Теперь это уже целый автомобиль, которому нуждаются просто чисто в косметическом ремонте. Кто хочет такие же услуги, свой контактный номер телефона я оставлю в описании под этим видеороликом. Красивый автомобиль. Продали мерседес за 30 тысяч долларов через ebay. Сейчас приедут, заберут ее. Красавец. Рычит-то как? Зверь. Взяли здоровые грязевые байки в Беларуси. Рычит, такие здоровые, огромные. Вот это да. Вот это мощь. Ребята разбирают машины. В день по 3-4 машины. Разбор. Так что, если кому нужен разбор, вы можете писать и обращаться. Ну вот, то, что у машины хваляется, это все уже мусор. Вот приехал аккорд на разбор. МДХ на разбор. Ох, нифига. Жестко стоит. Целая, что ли? Уж тебе реально, походу, фара целая. Капот здесь с краю, жаль, порвало. То был бы целый алюминиевый капот. Крыло как-то чем-то разрезало, непонятно чем. Дверь как сместила. А, на пони же ударено. Ну, это индекс за 5 тысяч долларов выигранная. Тут осметки от подвески. Серый, красивый, кожаный салон. Здесь очень маленький пробег у машины. Всего 20 тысяч миль. Поэтому она внутри, в принципе, нормальная. Интерьер только. Не того цвета, что нам нужен. Резина хорошая, смотрите какая. Зимняя, что ли? Ну, типа, все сезонка, но такая, с глубоким протектором. Диск вот поцарапанный. И здесь тоже он пошкрябанный. Лук, подушка, взорванная. Состояние снизу у машины. С 17-го года машина. Ну, она внизу как новая. Приехала из Нижерси. Кроется. О, кроется. Вот как. Ну, сзади все обшивочки. Все на месте. Шметки от бампера зачем-то. Все пусто. Вот третий ряд сидений. Взорванная подушка. Потолок. Пала маты маленькая. Бампер имеет царапки. Там он что-то висит. Вид сзади. Задний выхлоп. Аккумулятор нормальный. Что ж, скрывается, открывается. Покупалась машина ради того, чтобы установить нехватающие детальки вот на эту машину. Видите, а у него сзади ничего нет. Так, с этой стороны резина сдутая. Ну, протектор такой здесь, конечно. Резина как будто новая. Диск нормальный, но почему-то резину спустила. Не знаю почему. Здесь вот снизу кусочек срезала. Ну, вот этот кусочек. В принципе, можно запаять спокойно. Все в порядке будет. Ну, на. Погнулась немножко и светила. Дверка, которую нужно абсолютно в идеале. Порожки, пластики, подушка. Ну, как за пять тысяч выигрышная ставка, тачка неплохая. Тут тоже уголок двери немножко зажат. Диск, видно, лежит вот погнутый. Один диск поврежденный. Одного явно точно нету. Лобовое стекло абсолютно целое. Если вырезать, неплохо было. Оно дорогое. Наверное, 700 долларов стоит. Ну, блин, так. Закинули это на коврик, конечно. Не знаю, нужно ли вообще это здесь. Привод вырвало. Пускай там и лежит. Ну, вот тут разорвало. Подрамник гнутый. Вон, Жарон ушел. Гнул? Да. Нормально все? Да, то, что надо. Вот на ту машину все есть. Короче, мы отсюда снимаем мост с дисками. Установить его туда. И так, осторожно, чтобы лобаш не разбился. И вот надо скинуть мотор. Мотор сборится с подрамниками. Да. Это просто во Владик пойдет. Мотор в порядке. Тут, в принципе, удар в край. Вон, Жарон пришелся в подвеску. Соответственно, все вырвало. Замяло подрамник. Но мотор должен быть целый. Вон, даже радар, смотрите, на месте стоит. А он дорогущий. Там можно всей машиной тысячи долларов. Скинуть с нее подвеску, подрамники. Передний, задний. Чтобы спереди мотора не было на кузове. Чтобы... Задний бампер, значит, тоже надо снять. Снять надо, потому что он весь... Да. Еще запчасти придут. Они две вместе поедут, да? Да, они две вместе поедут. Просто это будет под восстановление. Поэтому нужно, чтобы она стояла. А та будет под разбор. Ее нельзя привозить вместе с подвеской и мотор. Это не топливная. А, вот это не топливная. А, вот это не топливная, да? Не так, что это не топливная. А, ну там он просил, чтобы он там... Ну, вот это с галогенками. Вот это с галогенками. С этой, значит, мы берем капот, банкер. Ресетка такая же. Там фары, где получишь какие-нибудь. Где фары, да? Да, только здесь крышка нужна другая. И эта система, не знаю, такая же. А какая там другая, чтобы крышку взять? Там еще я в бочину видел, ударенная тоже была. Нет, здесь просто, видишь, другая крышка нужна. Здесь здесь немножко по-другому она. Просто, видишь, здесь фары вообще нульцевые. Ну, это да. Да, так, это вот это. Стой лучше? Нет, без разницы. Так, не ставишься. Ну, они вроде такие же. А здесь крышка такая же, да? А там вот третья в бочину дарит. Там еще аккорд, но его не знаю, когда разбирать. Это радиатор-суппорт. Я снимаю в сборе со всей хуйней. Стой только. Ну, да. А какая из них утопленник? Эта и та. А, эта и та. Да, сильнее, это легче. Ну, давай тогда эти. Как и чистая масла? Ничего нет, видишь? А, ну, тогда давай эту. С этой. Где-то мне все в багажник поставить. Ну, да, в саму машину внутрь прям. Закинь. Я ему сейчас сделаю. Пойдет, переведет. А когда будет разбор? Пару дней. Ага. Ну, окей. Аккорд интересно, посмотри, что там в нем живого-то есть. Какая его повело, смотри. Так повело, что аж здесь в Созору шли. Ну, так. Ну, 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 как бы. Багажник повело. Ну. Ну, здорово, бля. Побирать, не заходил. Снимка надо. Разобрать, но попозже. Тут написано, что он Берн. Походу, дело, мотора здесь нету. Да, пробит. Да, давай. Спасибо. Да, понизу он наехал на что-то. Привет, пёсик. Как твои дела? Не обижают тебя тут? А, диск. Диск одного нету. Разбит диск. Ну, странно, что она не спустила его. Салон внутри. Ой, классный, как новый. Кожа. Спорт. Ох ты, здесь даже бочины кожаные, представляете? Здесь бок все кожаные. Вот это да. Да, вот даже здесь повело. Крыша вся помятая, вмятина. Потому что геометрия ушла. Ну, это чисто под запчасти. Машина в горе есть. С нее можно купить запчасти. Ну, вот все эти запчасти есть. Ну, она сгоревшая, поэтому по салону только безопасно сгодится. Воняет все. Ужас какой. Пена поплавилась. Но на запчасти вообще шикарный вариант. Мотора, конечно, нет. Хотя, может и есть. Он чисто сверху визуально поплавился. Не знаю. Та самая вонючка уже разобрана. То, что воняло, выбросили. О, баллон. И жидкость. Все летит в помойку. Для накачки колес. Фу, воняет до сих пор от этой машины. Ёлка. Разбирают. Кео. Это вот запчасти. На ту белой Кео будут сегодня готовы. Машина будет отправлена. Сегодня все разберут уже. Весь передок пойдет. Капот уже снят. Тут есть маленькая. Сколик. Мелепузерный. Так, в целом, капот хороший. Но все равно красить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двигатель снятый от Acura MDX для Дмитрия. По его заказу. Чтобы они уже могли это двигаться, установить далее какие-то аналогичные автомобили. Будут отправляться из США. Кардан, мост все поставили, болт не заходит, потому что надо чуть потянуть машину. Бака нету, что с баком делать? С той машины надо снимать, да, получается? Внутри же нету бака. А? Он просил, чтобы я сняли пост, давай я подниму как стоит пост. Или ты снял? Я снял вроде. Вот он стоит, аккумулятор, очень сильный ветер у нас, что творится? Где кузов-то сам? Где же наш кузов? О, разобрали уже на детальки. Escape. Беленький. Складируют детали. Не знаю, нормальные детали? Нет. В общем, это готово. А, вот он кузов стоит. Мой потолок улетел чей-то. Кузов стоит на колесах. Снизу он таким вот образом сжал, смяло его скамкало и его починул. Внутри выглядит вот все следующим образом. Так, фар спереди лежит, глушитель и бампер. Вот мотор в горе на полете лежит, так будет отправляться. Докатка. В общем, здесь дырка в диске изнутри. Ну и, соответственно, оно поднимается. В общем, здесь дырка в диске изнутри. Спущенная. Из-за этой дырки, я так предполагаю, резина хорошая. Четвертый баллон там. Места живого нет. Очень длинный порог, в коробке не помещается, потому что я туда не буду ничего видеть. Такой здоровый, длиннющий задняя дверка. Полутора метровая дверка не влазит. Придется вести на крыше. Ну вот дверка. Фильтра почему-то не привезли, не знаю почему. И заглушка в бампер. Сейчас на крыше. Затяну как-нибудь и поеду. А то уже в понедельник будет погрузка. Надо бы успеть. Ну вот как-то так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова